Привет! Хочу записать видео про связь с ножом. Вот такое вот достаточное количество у меня ZDP-шек образовалось. Вот это вот, это самая дешевая покупка из всех у меня была. То есть вот этот нож я купил дешевле, чем все остальные. У него обломан кончик выкрашен, видите? То есть, ну нормальный выглядит вот так. А этого выглядит вот так. Но именно с ним у меня прям установилась связь. То есть я когда купил этот нож, блин, я его взял в руки, повертел, покрутил, такой думаю класс, буду с ним ходить. И вот я с ним где-то около месяца гонял, не снимая, то есть он все режет, поддевает там что надо где. То есть, ну, то что кончика нет, мне кстати очень понравилось, то есть уже не страшно за него, уже как бы его нету, чего бояться. То есть не боишься. Старая ZDP-ха злая, грызет, блин, просто как лютая. Обычный стоковый нож, без каких-либо доработок. И вот именно с ним у меня вот становилась связь. То есть я его прям вот ощущаю своим ножом. Мне с ним удобно, комфортно. При условии, что как бы вот бери любой, пожалуйста, ходи. Ну, как бы я периодически так и делаю. То есть, конечно, меняю, комбинирую их. Но вот именно вот этот вот уродец, да, там в каком-то смысле. То есть такой он весь закоцанный. Он вот прямо у меня в душу попал. Хороший ножик. Абсолютное отсутствие люфтов вообще. Никакого даже намека на люфт нету. Я просто к тому, что не всегда дорогая покупка приносит больший результат, чем нежели дешевая. Ну, зачастую, конечно, это связано. Потому что дешевое продается, это что-то там убитое, знаете. Ну, еще описание продавца не всегда соответствует действительности. То есть там один пошатал, для него люфтов нет. Второй пошатал человек, для него там люфты супер пипец. То есть, ну, у всех понятия вот это разные. Вот. И то есть, как бы договориться удаленно это трудно. Вот. Здесь я видел, что нож такой убитый. Покупал я его удаленно, без коробки, он без всего. И человек его предложил за небольшие деньги. За 9000, кстати, по-моему, если мне память не изменяет. Но это старая зидипиха. И то есть, как бы, 9000 за старую зидипиху я готов отдать. Это небольшие деньги. Вот такой он. Он абсолютно, в принципе, без косяков, кроме того, что обломан кончик, о чем никто не сказал. А качество видео и фото не позволяло это увидеть. То есть там трясущимися дрожащими руками в полутьме все это было снято. Ну, я уж так посмотрел, думаю, ладно, заберу. Кстати, вот крестик, чтобы знать, с какими ножами я хожу, потому что их много, они между собой путаются в сумке. Надо быстро что-то взять, допустим. Вот тут раз, ты ее схватил, посмотрел, да, это она, типа. Вот видите, просто крестик не царапал. Потому что у меня вот таких со спусками от обуха штук 6. И можно схватить не то, что нужно. Вот что-то такая вот эндурка. И есть еще эндурка. Вот это, смотрите, старая в почти новом состоянии, старая в старом состоянии. Есть вот такая вот с решейпом. Видите, форма лезвия, убран горбик, и он очень сильно напоминает эндуро 3. Вот это тоже старая зидипиха, убран горбик. Вот он. И полированный обух. Смотрите, зеркало полированное. Камера это не отражает, но там именно зеркало. По сравнению с обычными. Здесь вот так вот. Оттуда вот так вот. Ну, при равных прочих, вот из этих трех ножей, если мне надо взять на карман, я беру вот этот. Здесь его не жалко, и он прям вот мне попал в душу. Просто он мне как-то нравится по энергетике. Вот я не знаю, судьбу его прошлую, что он там делал. Ну, как-то вот он зашел. И обломанный кончик этот мне нравится, кстати. Не жалко, ничего. Вот прям, делай, что хочешь. Такие дела. Все, всем спасибо.